Особенности межвидового общения. Во Всемирный день защиты животных в Новом Рингое состоялись соревнования четвероногих. Их организаторами выступили участники клуба Норд Кипер. Состязания среди собак прошли в три этапа. Проверка знаний команд, конкурс костюмов и полоса препятствий. Питомцы в полной мере продемонстрировали все, чему их научили хозяева. Наталья Худяева продолжит тему. Пожалуйста, разверните. Да, кругло. Сидеть, лежать рядом. Выполнить нехитрые команды только на первый взгляд кажется легко. Найти общий язык у хозяина и собаки получается не сразу. Например, за этим результатом стоят недельные тренировки. Тяжелый и кропотливый труд обоих. Китайская хохлатая Изабелла по собачьим меркам еще ребенок. Ей год и два месяца. Постигать азы дрессировки начала в восемь. Результат появился спустя две недели. Беспрекословно выполнять команды хозяйки – это не все, чем может похвастаться китайская хохлатая. Изабелла – кандидат в чемпионы России по красоте. Нужно так же, как ребенку, уделять внимание. Получать задания на занятиях и выполнять их дома. Есть у нас три САСа. Претендуем 26 октября в Нижневартовске получить четвертый и стать юными чемпионами России. Идея, рожденная во сне, говоря проще Веста. Американский стафарширский терьер – новичок среди маститых одноклубников. Однако волнения у щенка напрочь отсутствуют, чего нельзя сказать про хозяйку. Очень тяжело, большое волнение и преодолеть его очень тяжело, конечно. Получается, собака лучше меня справила с этим заданием, чем я. А так нервничаешь, боишься, вдруг что-то не получится, потому что занимаемся мы не так давно. И, естественно, собака где-то, она еще маленькая, может не послушаться, побежать за мячиком, как детки. Такие встречи в Нордкипере принято называть «междусобойчиками». Они не соревнуются и не хвастаются. Цель – показать, что любая собака обучаема дрессировке. Скалить зубы – здесь дурной тон. В кинологическом клубе уделяют большое внимание воспитанию своих подопечных. Я работаю в этой сфере уже 13 лет. Находить общий язык с животными достаточно просто. Намного тяжелее найти общий язык с хозяевами. К сожалению, очень много людей приходят с животными к нам и не остаются у нас, осознавая, какой объем работы нужно провести с животным, чтобы это стал достойный член общества. Потому что многие люди заводят собак, чтобы было. Как декор, как красивая вещь, которая у них есть, которой они могут просто хвастаться. Потому что невоспитанной собакой, по мне, нельзя гордиться. Специалисты Нордкипер готовы помочь каждому в обучении и дрессировке собак, особенно тем, кто, взяв животное, переоценил свои силы и возможности. С воспитанием проблем не будет. А вот над хорошим отношением четвероногого к своему хозяину необходимо будет приложить немало усилий. Как показал междусобойщик, не все собаки могут отказаться от сосисок в пользу своего хозяина. Наталья Худяева, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс». Естечка, идите сюда. Естечка, идите сюда. Естечка, идите сюда.